Олег Рудольфович 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 не обязательно, в общем, это не грозило тюремным заключением, как это было раньше. Вот в этом отношении Россия в начале XX века оставалась счастливым исключением. Здесь не было ни префсоюзов, ни разрешенных легальных партий. То есть правовое положение находилось где-то на уровне середины 50-х годов XIX века. Но одновременно с этим новое правление Николая II начиналось с определенных нехороших тенденций, которые свидетельствовали о том, что намечается расхождение между правительством и образованным классом, как тогда говорили. Это было очень важно, потому что хочу отметить, что к началу 90-х, середине 90-х годов XIX века рабочие движения, крестьянские, крестьяне, все проблемы, все как таковые в их повседневной жизни были, экономические, правовые и так далее. Но говорить о том, что протест против вот этих реалий приобретал хоть в какой-либо степени политический характер, решительно невозможно. Этого не было. Это произойдет чуть-чуть позже, будет носить совершенно опальный характер. А противостояние носило именно с образованной частью русского общества. И символом этого стал знаменитый адрес Тверского земства, на который Николай II, принимая депутацию, очень аккуратно и мягко было высказано пожелание о, скажем так, введении элементов конституционного строя в управлении государственной империи, ответил не задаваться бессмысленными мечтаниями. Там было беспочвенными мечтаниями. Он читал текст, набранный крупными буквами, но переначал его таким образом. Ну, почему я вспомнил об этом в связи с юбилеем русско-японской войны? Примерно лет за 90 до этого, до всех этих событий, ну, чуть меньше, наверное, за 80, выдающийся русский писатель и историк в будущем Николай Михайлович Карамзин пишет записку о Древней и Новой России, где говорит о важности для прочного самодержавия, очаровании внешнего величия. Ну, я бы отметил, что любая государственная власть, если она хочет быть прочной, она не может себе позволить расточительству поражений во внешней политике. Но, с другой стороны, успехи внешнеполитические, демонстрации силы и развития страны, они, в какой-то степени, могли на определенный период купировать вот эту вот проблему внутри страны. Маленькая победоносная война. Вот такого рода маленькие победоносные не войны, а дипломатические демарши, действия, они практически и привели Россию Николая II в Манчжурию. Да? Ну, дело, конечно, не только в дипломатических демаршах, не только в том, что необходимо было отвлечь внимание от проблем внутренней политики, а они были. Я знаю прекрасно, что сейчас существует версия, что, в общем-то, все было хорошо, крестьяне лопались от жира, рабочие от безделья, но это было не так. Очень сложно лопаться от жира при постоянных голодовках и неурожаях. Каждые 3-4 года часть страны охватывала голод. Часть, но не всю. Ну, допустим, голод 90-х годов, начало 90-х годов охватил часть страны, но это очень большая часть, на треть, как минимум, как минимум, если не больше. А неурожая, голодовки, которые охватывали кусты губерний по 8-10, они были практически ежегодными. Да. Не 3-4 года, а ежегодными. Другое дело, что вот катастрофа происходила, когда несколько лет подряд поражались зернопроизводящие губернии. Несмотря на это, вывоз зерна за границу, он продолжался, потому что необходимо было удерживать стабильность рубля. Да. Не доедем, мы вывезем, как пошутил министр, а все думают, что... Министр финансов. Да, министр финансов. Все думают... Только это не Витты пошутил, а Вышнеградский. Вышнеградский. Но какая разница. Он злобно сказал, а это он просто пошутил. Он говорит, что вы привязались, я просто пошутил. Да, я просто пошутил. Но практика была именно такая. Кто-то недоедал, а кто-то вывозил. Вот если точнее было, вот так вот это было. Ну, даже вот, например, год 92-й год, Самарская губерния особенно сильно пострадала. Но Вы будете смеяться, и Самарская губерния в этот период тоже вывозилась, вывозился хлеб на внешние экспорты, в том числе пшеницу. Вот так вот. Ну, и надо сказать, что министр финансов и министр путей сообщения, правительство Александра Третьего, Николая Второго, Сергей Юльчевитте, пока что не граф, а просто Сергей Юльчевитте. Вот у него была концепция, очень совпадавшая с видением Николая Второго о том, что, в общем-то, нужно достичь, что, в общем-то, ну, что нужно сделать России, чтобы достичь еще большего величия, чем она сейчас уже получает. Тогда действительно кажется, что все великолепно. Огромная армия, быстро развивающийся флот. При Александре Третьем судостроительная программа, ее, так сказать, строят, строят. Другое дело, что построили? И какова была реальная ценность построенных кораблей? Действительно, при Александре Третьем много строили кораблей. А вот сбалансированных эскадр из них было практически невозможно составить, то есть это коллекция разнотипных кораблей, очень хороших, хороших, плохих и никуда не годных. А вот создать единую эскадру, которая может двигаться единым крейсерским ходом, обладать, ну, унифицированными калибрами, что позволяло бы, так сказать, руководить артиллерийским огнем этой эскадры, чтобы они стреляли на одно расстояние и т.д. и т.п. С этим вот было не очень. С этим было не очень. Вот. Ну и кроме того, ценность этих кораблей тоже была разная. Понимаете, армия, а тем более флот, они всегда строятся на решение какой-то конкретной задачи. Если вы создаете корабли, которые должны действовать в районе Босфорского Босфорского пролива и решать задачу возможной высадки на проливе Босфор с целью его захвата, это одно. Следовательно, там водоизмещение, запасы воды, угля, все рассчитывается под это. А если вы строите корабли, которые должны иметь возможность осуществить фактически кругосветный переход через как минимум два океана, а то и три океана и попасть из Петербурга или из Севастополя куда-нибудь ну как минимум во Владивосток, это что-то другое. Понимаете? Изменилось Николай II и Витте. Они по отношению к своим предшественнику, своему отцу Александру III, Николай II совершенно по-другому смотрел на роль России на Дальнем Востоке. С чем это было связано? Ну, ведь это время, это время, ну, в общем-то, бурного развития колониальной мировой системы. Не европейские народы, Африки, Азии, ну, Азия практически вся была поделена, они уже к этому времени очень быстро один за другим теряли независимость, попадали в прямую колониальную или полуколониальную внешнюю зависимость от великих держав Европы. Ну, фактически завершился в XIX веке раздел Африки, там вообще осталось два независимых государства – Либерия и Абиссиния. Все остальные были захвачены европейскими державами. Вот. И, ну, вот как бы считалось, что колониальное владение, оно в конечном итоге сдаёт возможности, колоссальные возможности для страны, обладающей колонией. Насколько это соответствует действительности, по-разному это было. Ну, многие колониальные системы империи, выстроенные великими державами, оказались на самом деле убыточными, они не могли приносить такого дохода. Необходимо было их как-то так активизировать, что ли, сделать более рентабельными. Это время, не будем забывать, я уже говорил об этом, это время технологического прогресса. И, среди прочего, это железнодорожное строительство, очень массовое такое. И у англичан возникла идея, идея, реализация которой, в конце концов, привела к катастрофической по потерям и последствиям, несмотря на то, что англичане победили в этой войне, англо-бурской войне. Эта идея называлась железной дорогой Каир-Кейптаун, 2К. Да? Она должна была быть всеафриканской железной дорогой, связать британские колонии и протектораты единым таким железнодорожным стержнем. Надо забегая вперед сказать, что англичане эту дорогу построили. Остатки ее есть до сих пор, по ней кое-где еще и паровозы бегают. Но оказалось, что это очень нерентабельно. Проект очень хороший, и он очень привлекал многие промышленные, банковские круги. Вы сами понимаете, от них только рельсов сколько, дорог, при строительстве этой дороги нужно поставить, сколько фурнитуры, сколько людей согнать. Помните, по-разному это оценивается, этот фильм «Призрак и тьма», о том, как они мост строили. Это как раз-таки вот этот проект. Да, с Майклом Дугласом. Да, да, да. Хороший фильм, да. Ну, по-моему, очень хороший. Ну, ладно, мы не о кинематографе говорим. У немцев тоже был свой проект. Трех Б. Он сначала назывался Берлин Бизанциум Басра. Вот потом воспоминания Византии очень негативно, оказалось, воспринимаются в одном из важнейших, у одного из важнейших партнеров Германской империи, у атаманской Турции. Поэтому его переименовали в Берлин Багдад Басра. Ну, тут тоже важно, знаете, 3Б, 2К, ну, система такая, да. Идея, ну, то есть, вот, создадим единое транспортное и товарное торговое пространство от Гамбурга, да, до Персидского залива. И будем по нему все возить. Это, если вспомнить другой фильм, да, Ширли Мерли, там, захватим телевизоры и начнем оттуда влиять. Да? Ну, вот это все строили. Нет, железная дорога колоссальное значение объекта. Она, конечно, и транспортные, и торговые возможности решает. Но вопрос о том, насколько рентабельно оно. Ну, строили и строили железные дороги, строили правильно. Но, как показал опыт дальнейший и 20 века, и 21, первенство в мире по перевозкам по-прежнему бода. Да, это океанические, морские перевозки. То же самое возникло и у нас. Очень серьезная идея. Прекрасная идея. Создать такой вот конкурентный транспортный коридор, значит, ну, условно его назовем 2П, от Петербурга до Порт-Артура. Сначала Порт-Артура, конечно, не было. От Китая до Петербурга, до Европейской России. Причем, когда это решение принималось, о начале строительства дороги, идея там Китая, выхода к Тикому океану, эта идея еще фактически не присутствовала. Потому что поначалу эту железную дорогу, когда начали планировать, планировать начали в 60-е годы были проекты, в 70-е, ну, мало ли какие проекты были. Их нужно еще иметь возможность осуществить. Для этого нужны производственные мощности, финансовые мощности. Финансы России всегда были очень слабым местом. Ну и, извините меня, инженерные возможности. Потому что, если мы посмотрим на Сибирь, мы увидим, что строительство железной дороги автоматически ставит вопрос о строительстве колоссальных мостов по тем временам, да даже по нынешним. Через огромные реки. Ведь Сибирь, она просто нарезается вот такими гигантскими реками на такие пространства. Там, конечно, львов не бегало, людоедов. Но вы попробуйте там на несколько километров поставить мост, да еще при отсутствии рабочей силы. В Сибири с населением было не очень. Да? Ну, можно, конечно, сослать туда всякого рода нежелательный элемент, но это тоже надо уметь организовать. В общем, отправная точка была 1885 год. Почему 1885 год? Это англо-афганский с одной стороны, русский с другой стороны, конфликт на Кушке. То есть, вопрос о Кушкинском разграничении или Афганском разграничении, Пендинский оазис, как угодно можете называть. С одной стороны, Афганистан, за спиной которой стояла Великобритания, с другой стороны, Россия. Да, и вот, все это закончилось столкновением пограничным. Кушкинский бой был незначительным элементом. Ну, действительно, ну, афганцы потерпели поражение ожидаемо. Вот. Но возникла перспектива столкновения России и Великобритании. Тут выяснилось, что у нас Дальний Восток, он вот как в Крымскую войну, так и сейчас никак не связан с Европейской Россией. Нас с Дальним Востоком связывает только морские перевозки. Да, ходили пароходы добровольного флота, доброфлот, да, и из Одессы, и из Петербурга. Кстати, шло активное освоение острова Сахалин, именно с ссыльными. Да, там на Сахалине, на Южном Сахалине, богатые, выходящие практически на поверхность залежи угля. И, естественно, что с ссыльные, они очень, с помощью ссыльных очень легко этот уголь добывать. Да, и небольшая русская крейсерская эскадра. И оказалось, что англичане, так же, как в Крымскую войну, могут сосредоточить силы и создать угрозы для маленького города, который являлся главным военным и административным центром России на Дальнем Востоке, называется он Владивосток. Англичане тогда даже захватили и превратили, они потом оттуда ушли, во временную базу один из Корейских островов. Ну, вот такая ситуация. Поэтому все поняли, что без собственной пути, который проходит по собственной территории, которым не может угрожать Великобритания, владения Россией на Дальнем Востоке всегда будут под большой угрозой. Это вот как бы часть вот этой знаменитой большой игры, которая в Центральной Азии. Безусловно. Безусловно. И вот в 87-м году начали, уже приступили к и там сбор средств Министерства финансов, и инженерной разведкой и так далее. А с начала 90-х годов приступили к строительству Великой Сибирской железной дороги. Великой Сибирской дороги ее по-разному называли. Транссиб, Транссибирская магистраль. Строили ее с двух сторон. Со стороны Урала и со стороны Владивостока. На открытие этой дороги приехал наследник цесаревич, великий князь Николай Александрович, будущий Николай II. Николай в это время оказался под сильнейшим влиянием идей, ну это условно называется ориентализм, восточничество. То есть, где мы можем, что мы можем отметиться, что мы можем приобрести, что нас бы усилило. И в этом движении еще были сильнейшие мистические начала. Концепция связи русской монархии с наследием золотой орды, а следовательно возвращение на круги своя. Вот идея белого царя, который является царем и буддистских народов и так далее. Ну то есть, планы были самые разные. Подмаев такой был там деятель, писал записки. Я вам скажу, что и эти планы задолго до Николая II и Виты появились. Если вы посмотрите русскую правду Павла Ивановича Пестеля, декабристой, то у него вот там просто черным по белому написано, что Россия должна приобрести себе Монголию. А поскольку Монголия выходит к берегам Тихого океана, но в это время географические представления были, наверное, очень слабые, он путал Монголию и Манчжурию, то мы получим тогда и выход к Тихому океану. Для Китая Монголия совсем не нужна, а для России она будет очень полезна. Прямо пролетарский революционер. Чистый Ленин. Ну да, или чистый Николай II в одном лице. Подмаевым. И подмаевым в одном лице. Только без мистицизма. Да, ну тут огромное значение еще приобретает то, что вот проблема Тибета. Ну Тибет – это стратегическая территория. Вы понимаете, да, до Тибета километров 800 по пустыне, а потом непроходимые горы, да, как туда добраться, но вот если мы получим этот контроль, то сможем влиять. Англичане это очень боялись. Большевики туда быстро добрались с помощью калмыков, большевиков, которых они под видом монголов туда сразу же… Александр Иванович, добраться-то можно, а КПД с этого какой? Ну да, приехали, посмотрели, плюнули. Ну да, а что это… Как ты это будешь использовать? Это как анекдот, как… Это вообще вот эта вся большая игра, это такое, что-то такое немножко напоминает вот эти игры, которые играют дети там. Ну да, 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 да. Даже странно, что нет такой. Это, с другой стороны, это мне напоминает, знаете, что вы помните, был прекрасный американский писатель Курт Воннигг от немецкого происхождения. Помните, у него есть замечательный роман «Колыберины для кошки». Такой островок, который все стремились захватить, а когда захватывали, не знали, что с ним делать. Такой классический чемодан без ручки – бросить жаль, а нести тяжело. Да? Вот. Ну, короче, возвращаемся в начало 20-го века. Вот начинают строить эту Транссибирскую железную дорогу, и ясно, что строить ее действительно необходимо. Что Транссиб дает возможность, ну, решительно изменить положение дел на Дальнем Востоке. Вот во время одного из кризисов в середине начала 90-х годов провели эксперимент. Батарею полевой артиллерии из Верного, это сейчас Алмата, или как сейчас называется, Алмата, или я не знаю там, ну, в общем, не знаю, как сейчас этот город называется, но раньше он назывался Верный, а потом Алмата. Вот оттуда во Владивосток решили перебросить в усиленные упряжки двойной. Да? Батарею, это 8 орудий с зарядными ящиками, наверное, она больше года шла. Год с недели, по-моему. Понимаете? Да. То есть понятно, что это полевые пушки, они еще и не тяжелые. А понятно, что тяжелую артиллерию и так далее, так не протащишь. Понимаете? Поэтому железная дорога необходима. Когда, кстати, ее построили, это был какой-то огромный революционный скачок. За две недели вы можете на поезде доехать из Петербурга до Владивостока. Понимаете? И когда ее начали строить, ну, в головах был целый ряд проблем. Как строить эти мосты? Как обходить озеро Байкал? Байкал он так вытянул, понимаете, что на северной ее стороне вечная мерзлота, где и сейчас строительство очень сложно ведется, а железную дорогу проводить невозможно. И сейчас в том числе. А с южной стороны... А с южной стороны, Александр Иванович, озеро Байкал покрыто гранитными скалами, поэтому нужно строить кругобайкальскую железную дорогу. Ее в конце концов построили. Это было чудо инженерной мысли. Одни тоннели и прочее. Это кошмар какой-то. Специальные водосбросы, потому что где скалы, там каждой весной паводки и так далее. То есть это чудо инженерной мысли. Но это чудо, кстати, достраивалось уже в ходе русско-японской войны. Оказалось, что вот все это построили, а вот эту кругобайкальскую железную дорогу еще нужно было строить. Настолько это было тяжело. эти, по-моему, 80 или сколько там километров. Да? Так вот, когда это начали строить, и уже Александр Третий уже смертельно болен, все идет, строительство хорошо, и есть проект проведения дороги дальше за Байкалом по собственной территорию, Александр Третий умирает. А в прошу прощения, Япония, Китайская война. В начале этой войны никто не сомневался, что Япония потерпит сокрушительное поражение. Да, Китай, конечно, империя во многих отношениях отстала, но у Китая был флот, состоящий из множества кораблей, ничего не напоминает, из которых очень плохо состоял, в которых можно было плохую очень эскадру составить, но тем не менее, там были броненосцы. У японцев броненосцев не было, только тяжелые броненосные крейсеры. Да? Самые крупные корабли. У китайцев была колоссальная по численности армия. И вдруг начинается война, и хлоп, и китайский флот терпит поражение, и китайская армия, несмотря на свою многочисленность, терпит поражение. Японцы захватывают Корею, японцы захватывают практически всю Южную Манчжурию, не то, что там какие-то полуостровы. Японцы захватывают Циндао, то есть все базы китайского флота захватывают китайские корабли и диктуют Китаю очень тяжелые условия семоносекского мира. И вот когда идет эта война, и уже ясно, что Китай потерпит поражение, еще Александр Третий жив, и он не под его председательство, он болеет, но проводится особое совещание, позиции императора известны, принимается решение не вмешиваться в конфликт. Нам надо развивать собственную территорию, стоять в стороне. А как только он умирает, вот буквально через несколько месяцев проводится другое особое совещание, как раз таки после встречи с представителями общественности. И Николай Второй принимает решение о вмешательстве в конфликт. То есть это уже что-то совершенно другое. К этому вмешательству мы были совершенно не готовы. Тем не менее, на Дальний Восток спешно посылается в Средиземном море корабли русско-средиземноморской эскадры. Россия выступает тогда не изолированно, а вместе с Германией и Францией собираются эти объединенные эскадры, и Япония далеко не в том положении находится, чтобы противостоять диктату трех первых европейских держав. И она идет на пересмотр, на отказ от условий Симоносекского договора, они очень сильно пересматриваются. Япония сохраняет за собой такие приобретения, как острова Пенхулидауи и Формоза, то есть Тайвань, но от владений на континенте она вынуждена отказаться. Все это делается под лозунгом, скорее декларировался не как лозунг, как принцип, но оказался это все-таки лозунг нерушимости принципа сохранения территориальной ценности Китая. И японцы ушли, а потом очень быстро выяснилось, что территориальная целостность Китая является священной коровой только в случае с Японией, а все остальные и мы это немножко вперед забегаем. Продолжение следует...